День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Хабаровске начинается с шествия. Ветераны, военнослужащие, представители краевого правительства и городской администрации проходят колонной от Комсомольской площади до мемориала на площади Славы. Единственный день в году, когда мы 15 февраля встречаемся со своими боевыми братьями, однополчанами и с мамочками тоже. И они сейчас немножко уже отошли от своих воспоминаний, трагедий. Для нас эта встреча такая, мы считаем это праздником. Раньше, да, когда это все только начиналось после вывода войск из Афганистана, было очень тяжело. Своих погибших товарищей, мужей и детей хабаровчане также чествуют возле мемориала «Черный тюльпан». Именно так называли самолет, который увозил тела погибших военных из Афганистана. Это праздник с слезами на глазах. Мы вспоминаем, конечно, в первую очередь ребят, которые сегодня, к сожалению, нет с нами, но они отдали свой воинский долг, как мужчины выполнили свой воинский долг. По случаю памятной даты в Доме офицеров Восточного военного округа состоялся торжественный прием. Первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин наградил участников ветеранских организаций за работу по патриотическому воспитанию молодежи. Я благодарю всех, кто с доблестью и честью выполняет свой долг воинский, гражданский, профессиональный, кто не словами, а делом показывает пример служения народу России, служения Отечеству и Родине. Игорь Сукачев, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.